Неравнодушные люди готовы прийти на помощь. Добровольческое движение в регионе продолжает активно развиваться. Сейчас численность волонтеров превышает 100 тысяч человек. Без них не обходится ни одно крупное событие. Это действительно интересно. Ты знакомишься с новыми людьми, ты увлекаешься каким-то делом. Для меня это хобби, какое-то увлечение стало. За последние пару лет изменился и портрет добровольца. Если в период проведения чемпионата мира волонтерами были в основном молодые люди от 20 до 30 лет, то сейчас возрастная планка отсутствует. В ряды добровольцев активно вступают и школьники, и пенсионеры. Правительство региона поддерживает добровольчество. В этом году по нацпроекту образования открылся ресурсный центр развития добровольчества. Задачи национального проекта более четко структуривают те задачи, которые перед нами стоят. И вот в рамках реализации нацпроекта как раз и создан центр по развитию добровольчества. Здесь нам поддержку оказал и федеральный центр. На наш взгляд важно очень рассказывать о том, насколько разнообразно волонтерское движение, что это не только красивый мальчик или девочка. Это самые разные люди, которые самыми разными вещами занимаются и самым разным людям, главное, помогают. На торжественной церемонии финалисты всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» получили благодарственные письма. Самарская область стала одним из самых активных участников. От региона подано 302 заявки. В финал вышли 8 проектов. Также на форуме состоялась премьера фильма «Неслучайные истории», который рассказывает о самарских добровольцах. Лариса Шлафаст, События.